И проповеди Иисуса Христа По откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено Одно предложение Вся история Апостол Павел Обращается к пастве И сразу же, первым делом, направляет взор к небу Вас может утвердить только Бог И только тогда, когда вы полностью на него полагаетесь Когда вы доверяете проповеди моей Проповедь может быть и коммунистических, и фашистских А благовествование только Христовых Поэтому проповедь охватывает все, что старается преподать другим И он говорит Он утвердит вас по благовествованию моему и проповеди о Иисусе Христе Если мы ждем утверждения от Бога и спасения Вся задача состоит только в том, чтобы найти точный путь по благовествованию Павла А эта задача никогда не стояла Вообще ее не было такой задачи Вот человек приходит в церковь, спрашивает, как мне спастись Ему бы сразу сказали, в любой церкви Знаешь, нужно срочно тебе узнать благовествование Павла Вот написано в 14 главе И он тогда утвердит по проповеди об Иисусе Христе О которой от вечных времен было умолчано Умолчано до времен Павла А теперь открыто, а потом снова умолчано 2000 лет Я не толкую, я просто в слова эти вникаю Вот сегодня считали Царство небесное чему подобно Подобно сеятелю, все знают Внимательно слушайте Вышел сеятель Он не в алтаре стоял Не в келье, не в пустыне А вышел Слово вышел, я задаю вопрос, куда вышел Ну ясно туда, где пашня есть Он же не может сеять на аспальт Вышел И дальше дается трактовка Что вышел? Не богослужение Не просто что-то мы будем говорить Жизнь в своей пример показывать Но слово сеет А слово толкование дается Слово Божие Как это можно было просмотреть-то? Я жития святых Просчитал не на один раз И нигде не стоит это на первом месте Главное отречься от родителей Чтобы не видеть их Ни под каким видом Чтоб женщина на пути не попалась Епископ после приезжает Загородную дачу Чтоб ни одна женщина Ногда не попалась Это другой путь совершенно Мы находимся уже Перед самым пришествием Христа 21 век И нигде об этом не говорят Меня все время упрекают Почему никто до вас не говорил А провернуть не могут Теперь другой вопрос А почему другие святые отцы молчали Каждый ответит за себя Сеятель вышел сеять А если этого сеятеля не выпустили И говорит И похитил Зерна, которые Сатана Сатана тактику меняет Это великий стратег Это даже не профессор Это великий психолог И он решил Все-таки четвертая часть Обращается Ну на асфальт Пало при дороге В тернии На камне Но одна-то пала И у сатаны Стоит задача Чтобы никто туда не прошел Как видел Антоний Огромного роста Великан стоит Из земли Поднимается душа Вот как пыль Как гарь А он бьет их всех в земле И редко кто прорвется Через это Это видел святой Пахомий Как в глубоком ущелье В темноте Монахи пытаются вылезти Срываются и падают Бьют с лбами друг от друга И только единицы вылазят И я в конце сказал Да не ты ли Пахомий Столкнул их туда Да что же биться Такой простор земли Сеете ли Это друг от друга Лбами не бьются Их нету Их надо искать Эту молитву Надо расширить Молите Господина Жатвы Кто сказал Разве я прошу это Он не сказал Молите Семинарий Открывайте Чтобы научились Правильно Кадилы разжигать Но молите Господина Жатвы Вот они Семинаристы И выходят Они уже сегодня Люто ненавидят проповедь Они выхватывают Все из рук Чтобы никто Нигде не услышал Это кто делает Сеет Сеет А враг расчищает И враг Дальше толкование Дьявол И прочее Вот оказывается как Почему Христос Пришел и говорит Вы говорите Отче наш А кто отец Он говорит Христос говорит Дьявол Вы дьявол умолитесь Ваш отец дьявол Почему Да вы же его похоти Хотите исполнять А похоти Вот так Чтобы никто не спасся А воля Отца Небесного Наташа Чтобы никто не погиб Написано Но это разное Диаметрально противоположное Я вообще не толкую ничего Я просто вникаю В смысл Слово Это не богословство Не одна Две воли во Христе Это не разговор О ересях А о том Что Бог утверждает По благовествованию Силу просят у Бога Все укрепи Сохрани Помилуй Прости По благовествованию Это все только возможно Ни одна молитва Вопреки благовествованию Бога не достигает Вот рецепт Мы просим здоровья У паукой Господи Души усопших Ни один не спасется Вопреки благовествованию Повторяю Ни одна молитва не достигнет Я вам считаю Слово Божие По которому Бог будет судить Слушайте внимательно Дремать не придется Належишься еще в могиле Вы наблюдайте Сами за собой Время коротко Каждый день Бог дает нам Команду С постели Только встали И не сказал Давай расшатывайся Потягивайся А сказал беги Итак бегите Чтоб получить Многие бегут На аресталище Многие А Китай нынче Нос всем олимпийцам Утер Все медали забрал А почему А теперь публикует Как они их учат Что ему обещано Если ты победу получишь Пожизненное обеспечение Сразу ему и дома машина А там бедность большая Почти 2 миллиарда людей Все бросили на спортсменов Вышли на первое место Это доказательство Что все надо бросить На проповедь Евангелия Этого сегодня нет Я нынче приобрел Великий опыт Поездил по нескольким районам И могу это доказать Фотографиями Записями на магнитофон Где нет Ни одного священника Где нет Открытых церквей Народ жаждет слышать Где открыли церковь Все протравлено На 50 метров в глубину Ни одного слова У нас батюшка есть Нам все сказали Пошли вы со своим Евангелием Люди люто ненавидят Бога Бога Люди служат Диаволу Прямо Мы Евангелие даем Нам по рукам Бьет Пошел ты со своим Евангелем Я создаюсь на патриарха Иди ты со своим патриархом У нас батюшка есть Поп это идол Это страшный идол Я убедился в этом Я направляю мысль Вашу тому Чтобы молиться об этом Что Бог дал Делателей на Нигу Нигубителей Зато умерт Одна душа погибнет По твоей небрежности Не по умышлению О пастырь Тебе всей жизни Не хватит рассчитаться За эту душу Умер Христос А ты соблазняешь ее И погрешая против братьев И погрешая против Иисуса Христа Этим надо болеть Это надо чувствовать С этим ложиться И вставать И в каждую молитву включать Господи Да дай нам Не недругов Не лютых волков О которых Павел предсказал Которые придут вслед за ним Но делателей На жатву Жатва рядом Это очень близко И апостол Павел Предупреждает Ни одна молитва Не прорвется к Богу Никто из наших детей Не обратится Если будет Вопреки благовествованию Послания Павла Должны быть Настольной книгой Каждый день Заглядывай в них И находишь что-то новое Вчера не слушали А сегодня Может быть И слушать будут Бог меняет Тактику тоже Напротив действия сатаны Бог выставляет Своих делателей Главное Чтобы семя Пало А ее надо Взрыхлять Ее надо Поливать Полив всегда Из двух источников Два глаза Даже глаз нету Бывает и то Слезы иногда Текут у человека В первом послании Коринфянам 1.23 Читаем А мы проповедуем Христа распятого Для иудеев Соблазн А для еленов Безумие Мы проповедовали Только о Христе Мы старались Нигде о церкви Не говорить Чудо Приезжаем В село Шарщино Бывший районный центр Его присоединили Сейчас Сделали Обыкновенным селом К Тюменцево И решили В дом культуры Прийти Находим женщину Мы никогда Ее в глаза Не видели И она дает Разрешение В клубе Провести у них В этом Доме культуры Встречу с населением Но перед этим Почему-то Она поехала В районный центр А там церковь Мы все силы Бросили молиться Чтоб только Она с батюшкой Не встретилась Все зарубит сразу Она расположена И мы Оставшуюся неделю Мы только об одном Просили Чтобы мимо Попа миновала Если она встретится Никогда встречи не будет Но она Не попала на него Дома не было Все встреча открыта Мы первый раз С ней встретили Женщина средних лет Моя и сказала У нас в брюках Женщины не ходят Это мерзость Перед Богом Как? А почему же Никто не сказал? Гляжу ее Нигде нету Она оказывается Домой побежала Переоделась Платье до пола Уже пришла Я говорю У нас женщины Таинь не красятся Она опять Сказала В кабинет Приходит Нигде Грамма краски нет Она все С себя убрала С радужем Да это почва Готовая Но только сей Я ей ничего Не говорил Не упрекал А так Как бы косвенно Только сказал И не она Одна Те люди Которые появлялись Там Есть о чем молиться И апостол Павел Говорит Мы проповедуем Христа Распятого Приезжаем Люди сразу спрашивают А свечки у вас есть? То есть Это уже Там Свое Учение Они не спрашивают Знаем ли мы Путь К Царству Небесному Нет Свечки есть То есть Тут уже заложено Запрограммировано У нас тут родственники Ездили Мы говорим о Христе А у вас иконочки С собой есть Мы свечки привезем Все Но вы о Христе Послушайте Рядом сидящие люди Которые о Христе Не слышали Они с радостью внимают Те которые в церковь ходят Ни один не хочет слышать Это разве Ничего нам не говорит Куда мы зашли Да какая же Русь Будет святая Без Христа Без благовествования Христова Вы бабушки Молите Что Бог пролил Вашу жизнь Чтобы вы увидели До конца плоды Того что не проповедовали Вы не говорили И чтобы внуки Через вас обратились Дети ваши пришли к Богу По благовествованию Павла По проповеди его об Иисусе Христе 1 Коринфянам 2.2 Ибо я рассудил Будет быть у вас Ничего не знающим Кроме Иисуса Христа И притом распятого Говорят Церковь запрещала Проповедовать мирянам Не зря Я говорю А почему? Так так же написано Чтобы ложные учения Не понесли Ложные учения Как же вы их так научили Что у них ложное это учение Стояли ваши прихожане Овцы отошли Защелкали зубами Стали волками Ничего не надо больше тебе говорить Ни два естества Ни три во Христе А о Христе распятом Ну ты же видел крестик И скажи За нас умер Христос Даже ничего не знаешь Просто говори Бог любит нас Бог ждет грешников С покаянием О Христе Написано все в Библии Два слова запомни Как можно людей не пускать Под такой причине Почему иеговисты Так называемые Свидетели Иегову По миру идут И они не боятся Что они пойдут И начнут про иконы говорить Нет Они точно будут говорить Как им заповедано Они уже знают Сколько раз слово Иегова написано Все абсолютно Они в них заложили Православные боятся За своих нельзя А то они исказят Наше православное учение А почему? А потому что Это православное учение Намертво не сходится с Библией Да еще многое считается тайной Чего люди не знают А раз не знает Она ясно дело Может сказать не то Другой раз Такое околесество несет Что святых выноси И про ангелов все знает И как из ада вытаскивать Всем святым Кто по зубам лечит Кто по печени Все узнали А Христе спрашивает Даже не знает Не знает Куда он приехал Вернулся Какая программа у Христа была У Христа тоже была программа Меня говорит Послал отец Спасти погибающих овец И сказал Израиле А Израиль то первым На него и поднимется 1 Коринфянам 2.7 Но мы проповедуем Премудрость Божию Тайную Сокровенную Которую предназначил Бог Прежде веков К славе нашей Мы еще не родились Ни прадедов не было А для нашей славы Бог предназначил Христа И он умер за нас Ты все забудешь Болеть будешь Так что не молитву Все забудешь Подходят к болящему И спрашивают А ты молишься? Да молюсь Я стараюсь Утреннее право Правила исполнить Еще не очень болеешь Наконец приходит Видимо рак Все съела Не могу уже Ни правила Ночи ты нашу читаешь Ночи нас считают Но еще нужной кондиции нет Приходят Ты молишься? Да молюсь А что говоришь? Господи помилуй И спотыкаясь Я не могу Ну пришел конец Завтра умрешь Нужно дойти до нужной кондиции Чтобы отболело и пало Не наращивайте на тело На живот лишнее сало Не надо быть кормоцехом Для могильных червей Скажи все лишнее пойдет В тление Научитесь экономить На самом себе Легла без ужина И скажу А ужин мой Обходится в 15-20 рублей А я отложила На дело благовестия Вот как к нам приезжали люди Какая сладость И радость Что привел нас Господь Поучаствовать в таком великом деле В переводе На алтайские языки На другие языки Библии 1 Петра 1.10 К всему-то спасению Относились изыскания И исследования пророков Которые предсказывали Назначенные вам благодати Не просто пророк сказал и ушел А следующий приходил Изыскания были Изыскания это вот как геологи ходят Ищут золото И исследования сравнили Высчитывали Когда он придет И все понимали По седьминам Даниила легко Высчитывался рядом Прям совсем рядом где-то Но никто не знал где И когда родился Просмотрели Оказался не такой Они знали Перед этим должен прийти Илия Ученики говорили А как же нас учат Учителя Фарисея Что должен прийти Илия все устроит Сердца расположить Господь говорит Если хотите Он пришел И не узнали его И тот язык Который говорил Как приготовить путь Господу Прямыми сделать сезю ему Вместе с головой язык Отрубили И выбросили Это к сегодняшним дням Относится вплотную Точно так же Будут всех преследовать Кто является Глазом вопиющего В этой пустыне безбожия В стране Называемой православной 1 Петра 1.10 И 5.10 Бог же Всякой благодати Призвавший нас В вечную славу Свою Христе Иисусе Сам По кратковременным Страданиям Вашим Да совершит Даже 70-100 лет Будешь болеть Это такое кратковременное Страдание И всегда что отболел Ты скажешь Мне назначено болеть Было 100 лет А сегодня меньше Осталось 99 И 364 Только дня Считай в обратном порядке Как заключенный Заключенный считает Срок в обратном порядке Сколько мне осталось сидеть 2 Коринфянам 4.3 Если же закрытое благоествование Наше Для закрыто Для погибающих Эти непростые слова Кто противится Что вот идете По городу Не принимают Это погибающие люди Мы даже не просто Отходить От них А с великой скорбью И вы знаете Где прямо Свидетельствовали И не приняли Вы продолжаете И трясти пыль Пыли-то у нас хватает Мы вот натолкнулись Когда сестра Отрясала пыль И эта пыль Так подействовала Мы сидели Там еще и думали Как страшно Она пыль отрясла Они не знают Что такое Но она говорит Отрясла Сказала Слова Господни Пронзили их И прежнее Что они делали Как будто Этой пылью Все засыпалось И новый путь Высветился Второе Коринфянам 4-5 Ибо мы не себя Проповерим На Христа Иисуса Господа А мы рабы Ваши для Иисуса Все перетерпим Чтобы только Имя Господа Стало известно Нигде не забывайте Говорить о именем Господнем Что имя Его Иегова Нас никто Тогда не попрекнет Что мы не знали Даже имени Господня И Он есть Бог Саваоф Второе Фессалоникийсам 2-14 Которому И призвал вас Благовестованием Нашим Для достижения Славы Господа Нашего Иисуса Христа Мы желаем Высерстве Небесном Опять Павел Напоминает Фессалоникийсам По благоествованию Нашему Дойдете А если благоествование Павла не попадает В руки Не доверяйся никому Ты что Уперся в батюшку Да все вместе Апостолы придут Будут говорить Вот не так Как Павел Да будет анафема Ты разве не считал Послание Галатам 1 глава 8-9 стих Ну а если ангел Анафема ему Да разве можно так говорить Я не говорю Я повторяю слова Павла 9 стих Далее То есть Павел Доводит до абсурда Мысль человека Рушит все авторитеты Какие только Возможно и невозможно А Вселенский Собор Анафема А поместный Анафема Если будет не то Что Павел говорил Считай внимательно Толковать ничего не надо Ты только знай Павла Благовестований Сравнивай 2 Фессалоникийсам 3.3 Но верен Господь Который утвердит вас И сохранит От лукавого А задача лукавого Какая Похитить семя Вы слышали сегодня Евангельское чтение Он насылает демонов Это птицы налетели И поклевали Это демоны Это люди Коммунисты Безбожники Которые Изымали Евангелие Проповедников убивали Священство расстреливали Храмы рушили Над мощами изгалялись Это все демоны В образе человеческом 2 Фессалоникийсам 3.5 Но верен Господь Который утвердит вас Твердо запомните Это что Не ссылайся ни на старость Не на болезни А скажи Бог обещал сокрушить Сатану под моими ногами Если я буду к нему взывать 2 Тимопея 2.8 Помни Господа Иисуса Христа От семени Давидова Воскресшего из мертвых По благовествованию моему В русском языке Такой оборот речи Что если бы Павел Вроде не проповедовал То Христос бы и не воскрес Воскресшего По благовествованию моему Ну это речь так показывает То есть Павел Все время показывал Что есть Бог И есть Христос Который воскрес Христос-то ведь воскрес Его там нету Где лежат покойники Можем пройти и крикнуть Ну если бы так мысленно вообразить Позвать кого-то Где Сократ Где Платон Все бы из-под земли Глухо сказали бы Здесь, здесь А Христе спросили Христос здесь Ну мы пришли И сразу услышали Что ищете живого Среди мертвых Его нет здесь Он воскрес И он так О воскресении говорил Что люди посчитали Само слово воскресение Божеством Это Анастасия переводится Либо он воскресение проповедал Деяние 17 глава А у нас как нам начнут говорить То и святые уже Как Бог считает И мощи И что угодно Иконы Носятся ищут чудеса Нет иного авторитета Кроме Иисуса Христа А почему Христос Не в авторитете у православных Затмием горизонт духовный Набор всего остального Что люди придумали Ну где это видно было То что у нас сейчас делается Вы в любой храм зайдите Посмотрите Торговля бушует буквально Любой с улицы заходит Церковь то живет не бедно И живет она не за счет верующих Верующие то там ходят бабушки А вот приходит освещение машины Придумали попы Один полтора процента Брать от стоимости машины За освещение Теперь прикинь сколько она стоит Так что патриарх Вмешаться обязан был И говорит Каких бандитов Напринимали Но ничего не изменилось Чтобы офис освятить сегодня Ну пойти там покрапить Пять тысяч Пять тысяч Их надо заработать А он прошел по порядку Все описывают Все по пять тысяч Все понимают Что что-то делается не так А не так почему Апостол Петр говорит Пастыри умоляю Чтобы трудились Не ради гнусной прибыли Не ради Деяния 9.20 И тотчас стал проповедовать В синагогах об Иисусе Что он есть сын Божий Павел обратился И тотчас стал проповедовать Не молчите Поверьте Авторитет ваш На первых шагах Как будто поколеблется Да это богомол такой Особенно если платочки Так по форме Но пройдет короткое время Вас будут в пример ставить У меня один знакомый Познакомился Немного стал говорить уже А тот начальник открыл стол Тогда нельзя было И показывает Нехорошие Открытки А брат говорит А не положено это смотреть Потому что от этого рождается То другое Он сразу задумывал Говорит А я кому не показывал Всем нравится Вот ты действительно Не побоялся сказать Ты же пришел у меня Просителя Он высчитал все Мог бы я и обидеться А он его еще и обличил И он тогда понял Что здесь можно помочь А перед ним человек стоит Не подходим Вы не бойтесь сказать правду Ефесянам 1.9 Открыв нам тайну Своей воли По своему благоволению Которую он прежде Положил в нем Во Христе Павел непрерывно Говорит о тайне Тайна спасения во Христе И что мы спасаемся И евреям Не одни евреи Это тайна Которую евреи Так и не поняли Они понимают Евреи на первом месте Евреи Евреям надо отдать все золото Евреям надо Хорошо создать А остальные Пусть по помойкам ходят Они не понимают Что тайна Господня Сказала нам Через Павла Нет Ни иудея Ни елена Мы все одинаковые А тебе дал Бог богатство А ты неправильно распорядился Ты ответишь за это Я-то буду отвечать За свои две тысячи А ты будешь отвечать За два миллиарда Ты понимаешь Какой тебе ответ Мне-то искать Никого не надо Кому помочь А тебе надо искать Такие деньги вложить Надо это Много людей знать Надо и детские сады И дома Презрения Инвалидов Всех найти Куда их вложить Я о чем говорю Вы все это себе Запоминайте Скажите Об этом надо молиться Чтобы этих Так называемых Олигархов Бог Растревожил Чтобы крокодил Кое-что из пасти Выпустил Что нахватал Галатам 2.2 Ходил я по откровению И предложил там И особо знаменитейшим Буду нависование Проповедуемое мной Язычникам Не напрасно Я подвязался Подвязаюсь Павел Как будто засорневался Да конечно не так это Это он для них предложил Вы так проповедуете А я так Внутри-то они чувствовали Что они правее Павел говорит А сколько у тебя Обратилось Ну сколько Ну вот у меня в общине Тут В Иерусалиме А еще Ну вот в Иерихоне А Павел размахнул Может быть рукой И сказал Ну у меня Азия Дальше показывает На Африку Распространилась До Ирландии До Испании Это разница Это большая И они подали руку Общение Глянь Снисхождение какое сделали И Павел не умолчал об этом Но он им предложил И ясно делом Когда они сказали Смотри брат Сколько людей обратилось И все они ревнительные законы Речь шла и о количестве Хотя Бог На количество не смотрит Он говорит Не бойся малое стадо Криминам 2.16 В день Когда по благовествованию моему Бог будет судить Тайные дела Человеков Через Иисуса Христа И опять это же выражение Вот по моему благовествованию Тогда Бог вроде будет смотреть Как Павел говорил И так будет судить Павел говорил о суде О приближении Возмездия И награды И об этом надо думать К этому надо готовиться Каждый день Это подготовка Встреча со Христом А с чем мы пристанем Вот представьте Прийти И ничего нет В руках Зернышка Ни одного нет Много говорили О милостыне Нет высшей милостыни Духовной Сегодня люди Не нуждаются Многое выбрасывают Все сытые Мертвые не валяются Это не Африка А духовно Не знают Особенно люди Ходящие в церковь Об этом молиться Об этом просить Господа Чтобы прийти Оправданным По благовествованию Апостола Павла Аминь Апостола Павла